13 часов и 6 минут в нашем городе. Еще раз здравствуй, меня зовут Владимир Сметалин. В эфире историческая программа «Сделанная в Вятке», хотя для последних передать больше подойдет название «Сделанная в Кирове», потому что мы говорим о делах все-таки советской эпохи и говорим мы на протяжении последнего времени об этом с Евгением Питуниным. Евгений Альбертович сегодня снова в студии. Добрый день. Добрый день. Историк, краевед, руководитель Музея инженерных наук ВятГУ, президент Вятского ретро-клуба. В одной из предыдущих передач мы с вами говорили, вернее, вы рассказывали о том, как менялся облин города, да, в послевоенное в том числе время. Тема для сегодняшней программы Евгений Альбертович предложил следующее. Давайте поговорим, как менялись люди. Ведь это тоже очень важный интерес. Люди менялись внешне, потому что внутренне, это довольно сложный такой вопрос, а внешне менялась мода, в чем ходили. Мы сегодня берем 50-е, да, 50-е, давайте снова по десятилетиям традиционно. И в современность. Ну вот интересно. Можно я скажу, вот буквально мне не так давно попадалась подборка фотографий 50-60-х годов нашего города, да, Кировчан. Как-то все довольно серо. И одежда, и внешность. Ну, не всегда, не всегда. Сейчас подъедем этому вопросу. Ну, вот интересно, как говорили перед передачей, что я в Ирэве уже в трех лицах, то есть я автоэксперт, это за Юрия Гейка, общая история за Парфенова, и сейчас я еще историк моды за Васильева. Осталось только передачу модных приговоров в Ирэве запустить. Ну, о моде мне было интересно. Вот я тут тезисы набросал и так вот. Ну, давайте не с 50-х, чуть-чуть в 40-е. В целом же в Ирэве, ну, это уже интересно о модах поговорить, но это в следующие разы. А в Ирэве в целом люди одевались довольно бедно, непрезентабельно, иногда без особых наворотов, даже безвкусно. Но в целом на улицах, вот особенно в 60-е, 70-е, в целом народ выглядел презентабельнее, чем в Ленинграде, в Москве. Это вы лично такой? Лично, да, потому что приходилось встречать, кто в массе на улице был, видимо, за счет мехов каких-то, которые были распространены, и не знаю почему, но зимой выглядел народ лучше. Ну, давайте в 40-е годы поедем. После войны, что у нас было, ну, конечно, смотришь на фотографии, телогрей и сапоги, и это шушуны, женские бесформенные плотки, и все это было, но тем не менее, уже тогда, несмотря на бедность, были определенные тенденции моды. Хотя ходили, а то в чем? Вот один нынешний классик сказал, что приходили рабочие в пиджаках с лацканами, с ручинами, как старая береста. Вот такие костюмы были. Тогда, после войны, устроиться на хорошие заводы, это вот Лепсик, ну, тогда Кучо, там, 32-й маяк, было довольно проблематично, но люди гордились вот этот культ рабочего, поэтому в 40-е были такие представители рабочего класса, которые специально подчеркнут, что вот он гегемон, что он пролетариат, они ходили в спецовках и даже ездили в троллейбусах, чтобы вот, смотрите на меня, я человек рабочий. А спецодежду, соответственно, выдавали на предприятии? Да ничего не выдавали, что-то покупали, очень мало где выдавали, в основном вот после войны в своих, и ходили в спецовках, даже вот в не совсем чистых, потому что надо было акцентировать внимание, что это рабочий лаз идет. Но мне кажется, еще все-таки хозяйки в домах, женщины, кажется, старались семейство-то свое обшивать еще. Обшивать, вот, к тому же, если все мы представляем школьную форму серого цвета, гимнастерка-фуражка, это ближе к 50-м. После войны не было формы, и вот в школьни и ходили в такой курточке, которая называлась бобочка. Бобочка это свободного покроя, с небольшой молнией, отложной воротник, и шили из всего, что можно найти. То есть, часть могла быть из старых отцовских штанов, спина могла быть из материнского пальто. То есть, она тут серая, там синяя, что-то такое, вот эти бобочки, они разномастные. Вот люди ходили, и шаровары такие. А кто вообще придумал, придумал-то это? От бедности, вот эти домохозяйки придумали. Просто женщины смотрели, что там есть, да, в загромах? Не только в Ирове, но и в целом по стране вот было. Но в 40-е годы вот я нашел, был такой все-таки блатной стиль, оказывается. Это кажется у нас вот из фильмов, что уголовник, это такая мрачная небритая фигура, телогрей, там все. А на самом деле был утонченный такой блатной стиль, наверное, он был и в Ирове. Типичный пример это промокашка из места встречи. То есть, это обязательно рот и черный, ой, черный рот и полупальтос, скажем, бушлат. Эпачка, малозырка, ну, на ногах могли быть сапоги, назывались прахаря, и обязательно белый шел элшаров. Вот вспомните, ино, кипит типаж. Причем это не мел и уголовник, это и солидные, это и люди с криминальным миром, или те, кто подражали, ходили, вот, их надеюсь, что у нас тоже можно было увидеть общий стиль. Ну, вот, поедем в 50-е. Да, давайте. Сороковые, они плавно-плавно перешли в 50-е, тогда все-таки люди старались хорошо одеваться, уже могли зарабатывать. Ну, а чего? А где можно было? То есть, магазины специализированные же? Были и магазины, в принципе, в 50-е еще не все спудело, даже импортные. Например, типичное драповое пальто, были и демисезонные, и тяжеленные пальто, и особый писк о 50-х, это чехословатская шляпа, это Танак Бриллиант. О, как это выглядит? Это два льва, велюровая шляпа, зайчий велюр, синее, зеленые, либо коричневые. Это женские, да? Это мужские шляпы, то есть, это подражание такому стилю мировому и американскому, то есть, выглядели вот вполне. Ну, а так вот, ходили... А вот эту шляпу кто предпочитал приобретать? Все, 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 рабочие какие-то, чиновники, служащие? Тогда не было, не было такого расслоения, то есть, и начальство ходило порой в гимнастерках или во френчах каких-то, но, в целом, вот, кто мог посещать, в том числе, и это увеселительные места, и на отдыхе, и рестораны, вот, эти шляпы у женщин. В основном, в начале 50-х еще дублировались моды из 30-х годов, то есть, шляпы из вуалью, там, горжетки. Особенно мода была, это съемный такой лисий воротник, с лисией мордочкой и завязывался лапами на груди, такая вот горжетка. Представьте, очень элегантно смотрелась девушка в такой длинной узкой юбке, джентльмен в драповом пальто, в этой фирменной шляпе, которую, знаете, вот, фильм, помните, девчата, там, шляпу надо носить вот так, но она неправильная, она сверху, ему почему-то все стремятся сверху пробить эту шляпу, на самом деле она должна быть котелком и сбоку, удар кулаком, вот это легкая американская небрежность. А ну, шляпа, шляпа, а какой-то сопутствующий этикет был, этой шляпе там снять при встрече, например? Да вряд ли, вряд ли. В основном антураж, конечно, но тогда вот если посмотреть кино, вот те же американские фильмы, там даже в жару, летом без головного убора не принято было ходить. У нас вот это так же шло, обязательно в любую погоду ходили в шляпах, или в каком-то головном уборе, женщины в платочках реже в шляпах. А так была какая-то пропаганда? Нет, в основном так вот доходило, видимо, журналы, и это кто-то где-то как-то находил, общая тенденция, что-то из фильмов, например, фильм «Тарзан» посмотрели, после этого пошли моды там на прическе, все. Мир видели по фильмам, иногда трофейным, иногда новым, им там вот. Ой, кстати, а прически, Евгений Амедович, 40-е, 50-е. Да, бокс, полубокс, там, парикмажистки, в основном, две основные. Хаэра длинного еще не было тогда. Нет, это уже позже. Реже, «Тарзан» и вот этот «Чуб». Ну, стиляга, стиляга много, конечно, тут уже сказано, это отдельная тема, все про них не пересказать. Уже появились они после фестиваля молодежи и студентов, это вторая половина 50-х, после 56-го года, а нам в Иров еще. Давайте напомним, где фестиваль проходил? В Москве, да, фестиваль, 56-й год, тогда люди посмотрели на мир, посмотрели на одежды, у нас с Москвой были очень такие обширные связи, потому что многие поступали в вузы, приезжали, но стиляги, ну, представьте, вот город там, ну, танцы где-то там, тогда называли халтура, танцы, парк Горького, за октябрем еще где-то танцы на ЛЦМе, весь город, это сплошной пригород. Это такие простые рабочие ребята с большими улаками, которые там накачаны пропагандой, и любой человек, который отличался каким-то там видом одежды, стиляжным, то, естественно, это было очень чревато. Были закрытые тусовки, ну, тусовки, это современное слово, закрытые на квартирах, были между собой стиляжные, но очень нечасто, чтобы пришли на танцы и начинали бы танцевать так, как показано в фильме стиляги, это невозможно, потому что тут же бы подошли дружины, и подошел бы какой-то распорядитель танцев, вывел бы за рукав и сказал, как эта фраза была знаменитая, вы нарушаете рисунок танца, и вывели, музыка бы тут же сдулась, за голову схватился бы директор парка, что сейчас его уволят, и все, то есть вот, но стиляги были, вот, тем не менее, мужество. Я правильно понял, да, первыми стилягами у нас были приезжие из столицы, да? Ну, нет, не обязательно, у нас вот, я, да, интересовался стилягами, главный стиляг был такой, Руди Амосальский. Еще раз? Руди Амосальский. Руди Амосальский. У нас в городе. Да, это в нашем, в 50-е годы были стиляги, обычные студенты, вот, которые, может быть, и на занятия не рисковали ходить в стиляжной одежде, но иногда приходили вот куда-то на свои заходы. Ну, такого, как, вот, например, у Москвы, у Аква, там что, эти стиляжные, у Аксёновых, это чисто фэнтези. Это абсолютно непонятно, а за что, почему это нельзя так было? Отличались от всех. Вначале ты одеваешься, сегодня ты играешь час, а завтра... Это было где-то прописано, записано, эти все нормы. Всюду пропаганда, журнал «Отдел», это телеприложение «Фитиль», всюду-всюду стиляги высмеивались, стиляги объявлялись аморальными, моральными уродами, тунеядцами и прочими, прочими. Хотя вот большинство закончили. Отличная была в свое время реприза, помните, там, вот этот козел на САКСе, чуть из института не отчислили, а потом стал большим начальником мастера. Ну, стиляги с тилягами, от них отдельная тема, но вот интересно, женская мода 50-х, это вот шляпы-миллианты. Женщины, вот тогда впервые появились чулки, были они шелковые, были они со швом и были без шва. И причем носились они на поясе с резинками, это был очень эротичный предмет одежды. Вот сейчас даже имитация, говорят, делают колготки под пояс, но тогда вот был очень такой пояс носили. Но, кстати, у мужчин были свои пояса, не поверите, где носили. У мужчин нечто подобное. В 50-е годы носки не были эластичными, они сползали бы с ног, поэтому были подтяжки для носков. Они одевались на икру, на щеколотку, ой, был ремешок затягивался, и две резин, и вот этот носок держался. Иногда вот брюки были, рот, и человек ногу на ногу, и на фотографиях вот эти две подтяжки для носков. А представьте, вот сейчас ходить на ногах, и это непонятные вещи, это бы очень мешало. Вообще, я думаю, что одеть на суту одежду, это бы было очень неудобно, дискомфортно и непрактично. Боже мой, кто этим занимался? В стране был какой-то главный модельер, не знаю, какой-то главный дизайнер, который заправлялся. Фильмы, журналы, все. Или государство, ну как государство, вот мода школьник в 50-е годы, это военизированная форма. Ну, в общем-то, у гимназистов взяли ремень с бляхой, гимнастерка и фуражка. Вот, ну и школьник, и тогда эти сшитые бобочки из разных кусочков и лоскутков, они перешли уже в вельветовые. Вот была же у нас даже в первых, в начальных классах, полкласса на фотографии сидят вельветовая куртка, отложной воротничок и подшивался белый воротничок, чтобы такой... Ну, вельвет, это тоже отдельная история. Это откуда? А это вот пупочка перешла, то есть уже вельвет можно было покупать. Покупали ткань и сшили сами, соответственно. Ну, вот стиляги у нас дожили до 60-х, вот мы плавно переходим. Там очень трудно, чтобы... Мы имеем в виду, дожили не сам стиль, а... Пятидесятые, не сказать, что вот 50-е закончилось, наступил 60-е и сразу моды пришли. Это плавно-плавно все менялись. Вот почему-то считают, что если стиляги, то это молодежь, студенты, и все они любили выделяться на фоне серой публики, там всякий Москва-Шве или наша фирма Заря, на самом деле были и взрослые люди в 50-е, в 60-е годы, которые также не хотели одеваться серо, которые ценили фирменную одежду. Отлично это описано у Александра Кабакова в книге о мирохранении, по-моему. Вот у него такой стиль, в 60-е годы стиль такого творческого или околотворческого человека, вот не стиляги, но который уважает себя и уважает стиль одежды. Это желтые замшевые сапоги, или как сейчас называют, берцы, ботин и высокие. Точно такие же фразы, о которых ребята Монтгомери шли по пустыне навстречу солдатам Роммеля. Это во Вторую мировую, это армия из желтых. Кстати, мода вернулась на желтые ботинки. А, кстати, стиляги где брали-то все эти яркие вещи? Перекупщики. После фестиваля началось движение францовщиков, но это тоже отдельная тема. Потом, значит, либо вельветовое свободного кроя, либо еще до джинсового бума была мода американские штаны, шириной 22 сантиметра, 2 дюйма манжеты, естественно, не на молнии, на пуговицах. Один задний арман был правый на пуговице, а левый был без пуговицы. Официально, не знаю, в России придумали, что один был под бумажник, а второй под браунинг. И поэтому было горе, если человек доставал себе материалы, шил штаны, и портной там в усердии, он считал, что надо, и прорезал петельку и пуговицу на второй арман. То есть эти брюки были погубленными, уже этот стиль был не тот. Вот пиджак, пиджак от видовый, толстый пиджак, пуговицы, это половина и футбольных мяча. Это особо стильно. Считалась голубая гарвардская рубашка в небольшую рапинку. У нас были в России почти похожие, но быстро выцветали. Но беда была в том, что у нас были пуговицы с двумя дырками, а все импортные были с четырьмя. Называлось два пробоя, четыре пробоя. Выходили из положения, то есть брали каждую, представьте, на рубашку. Сполька пуговиц, берется пуговица, трель и бор, стоматологический бор для зубов. Полчаса работы и дырка в пуговице готова. Так вот, не поверите, из двух дырочных делали четырех дырочные, вот у меня от четырех на рубашке. Бессмысленная работа, какая разница? Сколько дыры? Белый плащ еще была мод. Белый плащ? Белый пащ? Также прошел в 60-е. Белый плащ? Белый плащ? Не кожаный. Нет, белый обычный. Это вот такой стиль хорошего человека. Где-то из хорошего НИИ. Где-то из творческих структур. Это дорого было? Это довольно дорого. И все это бралось за большие деньги. Либо в московских комиссионных, либо с рук где-то покупалось. Но вот у нас, я не помню, у нас, если я в 60-е пионером ходил за макулатурой куда-то в редакцию «Ирослой правды», или там, может, в театре встречался, нет, там люди сидели, в общем-то, в обычных костюмах российских, советских, ничего не было. Слушайте, по поводу костюмов, вот старые советские фильмы смотришь, мужчины сплошь, костюмы такие вот широкие, да? Как больше ничего, пиджак. Не приталены, ничего. Считалось, что пиджак-будка, брюки-дудка, вот это было до клёш, специально ушитое брюки. Это в 50-е уже развивалось? В 50-е и в 60-е перешло пиджак с этими подложенными плечами ватными, чтобы будка действительно... Пиджак, мужской, точнее костюм мужской, соответственно, заказывался, да? Ну, костюм он заказывался, он носился до дыр, он переходил к детям, он перешивался, перелицовывался, то есть были портные, они полностью переворачивали из нам и шили. Это, кстати, вот с тех времен, там, сегодня я поверю, что один костюм не наслаиваю. Можно было прийти на работу, новый костюм, и специалист подходил, трогал этот личный костюм, слушай, а третьей стороны у него нет. Вот. Или пальто носилось до дыр, рукава протирались, рукава на пальто протереть, это же надо постараться. Поэтому обрезались полы, обрезались, вот делалось типа бушлата, а из этих, из подола, новые рукава шились, вот и носили, и носили. В СССР вообще одежда, она стоила всегда довольно дорого, а еда, вот, простая еда была дешевая, поэтому одежду берегли, и был такой культ одежды. А вообще, 50 лет назад в городе много ли было портных и ателье? Насколько развит это был рынок? Абсолютно. Были на доме, и у нас в доме, это вот октябрь 86, напротив сельхозакадемии нынешней, на первом этаже жила женщина, Анна Абрамовна Вейер, она была без ног, сидела она на подоконне, и со швейной машиной, у нее были журналы мод, и она вот с утра до вечера, ну как, работать не могла, она шила, и шила, и шила, она обшивала всех актрис драмтеатров, у нее одевались стильные женщины, вот в том числе, вот, с чести моя родительница, она очень хорошо, профессионально, вот были журналы Америка стали появляться, ну, где-то находили выкройки, где-то что-то было типичное, где-то что-то сами додумывали. То есть были такие, элитные, да, что называется? Да, в основном, предпочитали, вот, передавать, а так, блядя, ширепотребное ателье, где шили, в основном, одежду, вот, например, в 60-е вошли в моду брюки, клёш, а где они продавались? Нигде, то есть, поначалу это, упали отдельные, а что значит, без клешей, ну... А что вообще такое, вот, это явление, клёш, вот, что это вообще такое? Явление было в 20-е годы, где-то, вот, 20-е, одесская мода, это от флотских штанов, когда мода на флотске, еще была старая песня одесская, когда я жил в Одессе, носил я брюки, клёш, соломенную шляпу, в кармане финские ножи, от морской моды, вот, пошли эти, решатываясь, они были широченные, вот, а шить только в ателье, а уже ближе, занавесу 60-х, клёш были, высотки пояс, без шлёва для ремня, и арманы горизонтальные, то есть, это такой ужас зауча, это такой, это ушни, росова не было, в Эдахте, из армейского защитного сукна, брюки, клёш, руки туда вложены, в эти арманы горизонтальные, синего цвета, олимпийка шерстяная, с молнией, называлась олимпийка, и эпочка называлась восьмиклин, а точнее восьмиугол, оно называли восьмиклин, а вот террористы потом ходили с уголками. Такой типичный ПТУшник. И задом опирается на какой-нибудь советский мопед, и во рту опорок, там, даже не Беломор, а папирос и север за четырнадцать, такой типичный ПТУшник, шестидесятых. То есть, по головному ходили, вот, именно. А потом ещё начался ещё больше ужас, потому что в конце шестидесятых начали входить в моду длинные волосы, особенно у парней, и вот, там, на танцы собирались. А что стало толчком-то для этого? Битлсы, конечно, Битлсы, 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 потому что волосы отращивали. И ещё красили эти волосы, но не центровые ребята, а где-нибудь из, там, пригорода, они красились перья, если бы, там, вот, на танцах, в той же халтуре, вот эти вот волоса. А обесцвечивались, да? Да, волосатые блондины в шахах, а ещё Лёш потом стал, не просто от колена, от бедра, но у нас вот провинциализм. Если, Лёш, например, где-то в центре, там, 22-25 сантиметров, то в Ирове, там уже у нас, помню, можно 30 где-нибудь в районе, там, не ближе Фалёнского, там уже и 40 можно было сшить, там, это. Есть фотографии, это запредельные штаны, парус там. Слушайте, это можно без парашюта прыгать, без парашюта прыгать. Вот, честно говоря, вот я ни разу не встречал, на улице писали, обсмеяли, опять же, в журналах, Лёш, когда там и колокольчики нашивали, и бубенчики, и там, чтобы звенели. Вот, ну, ни разу не видел, может быть, они и были, но, опять же, они ближе определённого района, а в Ирове всё-таки какой-то стиль определённый. А, кстати, про районы вы сказали, вот, в район этой области, это позже, да, все эти веяния? Да, в районах, да, конечно, с запозданием, и там всегда, если мини, если мини, значит, входили, ну, выше, это юбка выше колена, и то был там ужас-ужас, в ту пору, то в районах, конечно, это мини копировались, это там до самого, до самого... Ой, слушайте, интересный вопрос, Евгений Анатольевич, а вот какие-то наши традиционные именно вятские мотивы, даже дымка, или там, там же, то ли кукарское кружево, это как-то использовалось в одежде? Старались приблизиться к какой-то общей культуре, а то, что у нас навязывали местное, это было, в общем-то... Навязывали всё-таки? Ну, вот фабрика «Зыря» у нас одна была, и ещё 8 марта, то есть, это кружева, элемент, может, в вечерних костюмах кружева и сами, ещё были умелицы, которые вязали ручком и воротник, и манжеты, ну, а в целом в массе нет, стремились к общемировой моде. И вот мы плавно переходим в 70-е, уже когда начали входить в моду рубашки на шнуровке. Рубашка на шнуровке, сейчас попытаюсь вспомнить. Вместо пуговиц, картинка шнуровка. А, вот и здесь. И раньше были в 30-е годы футбол и на шнуровке, это была картинка, я помню, ищет, пожарный, ищет, милиции парень, там, футбол, Эпп, вот у него футбол на шнуровке, а тут рубашки такие. И рубашки вошли в моду, назывались уши спанеля, то есть, это такой длинный воротник, не острые углы, а закруглённые, носился он поверх пиджака. Вот нам в школе запрещали, мне, например, когда я пытался одеть такую рубашку на пиджак, то почему-то придрались. Кто придумал, кто выдумал? Всё же опять, опять, опять где-то посмотрели в журналах. Да, фильмы, фильмы там смотрят. Но ведь всё равно, мне кажется, как-то негласно государство давало направление-то в плане моды, как вы думаете, теми же фильмами. На эту тему была, опять же, карикатура в крокодиле, там, пустой магазин, прилавки, и это, сапоги там валяются, прохоря, и всё там, что-то ещё. И молодые люди спрашивают, ну, когда же кроссовки у вас в продаже будут, там, продавщица, когда из моды выйдет. То есть, наша промышленность, она реагировала, но она реагировала всегда с запозданием на несколько лет. Это бы во всём было, в том числе и в моде. Может, кстати, ещё на меховой край, а меха? А сейчас мы к этому подойдём. А давайте после рекламы уже, после рекламы, да, небольшая реклама, у нас сейчас и продолжим программу. Какая любопытная у нас сегодня тема для беседы с Евгением Петуниным, историком, краеведом, руководителем Музея инженерных наук, ВИАТГУ, президентом ВИАТГУ. Говорим мы о моде, о моде, что надевали жители нашего города, начиная с 50-х годов, вот постепенно мы уже в 70-е врываемся. Вот, вы знаете, в 70-м годах у нас ещё джинсовый бум не начался, даже слово джинсы-то, оно не было распространено, называлось Техасы. Даже у Евтушен знаменитый стих был, на нём Техасы из Техаса, кольцо из Бруно, у него хозяйственный лин и авнее вино. Вот тогда такая стиляжная одежда Техасы, но не стиляжная, даже считалось больше туристическое. Обычные сатиновые штаны, которые там украшались швами, вот назывались Техасы. И значение не придавалось. А носили были и настоящие джинсы, конечно, вот, но носили уже избранные, и очень тонкие ценители. А джинсовый бум начался где-то году в 73-м. А подождите, это абсолютная правда, что джинсы, вообще-то, изначально для заключённых? Нет, это рабочая одежда. Это рабочая одежда. Да, недавно был юбилей, 200 лет джинсам Левайс, вот вы заметили, это обычная форма для золота промышленников, где-то там на рудниках, поближе к рудниках, и всё. А джинсы, вот, наступило лето с 73-го года, я закончил офисный класс, и в 1-8-й. И в один прекрасный день во дворе, в начале лета, весь двор появился в голубых джинсах Милтонс. Это были индийские джинсы, их привезли, видимо, был огромный завоз в город. Это были пришёные джинсы со швом, вот, леном, вот. И весь город, вот, прямо вот, в Атерске все эти Милтонсы оделись. И причём ещё мода была, мода была уже хиповая, то особый считался это иголочкой, и распороть низы этих самых джинс, чтобы была бахрома, вот, такая бахрома. Помню. В то же время, в 70-е, вошли шузы на платформе, это ботинки были на высокой подошве, и такой, либо красная, либо жёлтая, махровая носки, вот, это бахрома, всё, такой хиповый стиль. Но вы-то тоже поддались этой моде, у вас тоже скоро появились. Да, представьте мою трагедию, когда вот у всех, а я упустил, и не было у меня этих джинс, тогда ещё БГ не спел свою знаменитую фразу, он не знакомец, что за вид, ты без джинсы инвалид. Но я вот инвалидом себя чувствовал, я страдал, мучился, не ел, не спал, но у меня родительница напряглась, она всех своих торговых работников знакомых, где чего, как. И, увы, всё уже было разобрано, видимо, выбросили в продажу всё, а где-то покупать в чижах, ну, это отдельная тема, там уже денег не было по тем ценам. Что вы имеете в виду, почему? Дорого, там уже цены были рыночные, как мы сейчас сказали. Сколько, кстати, стоили эти джинсы? Джинсы? С 73-го года. Да, я не знаю, рублей, может, 30 или 40. Это были настоящие джинсы? Ну, они светло-голубые были, джинсы хорошие. То самое, такая нормальная, да? Нормальная, я бы и сейчас не отказался. Но вот в ту пору вспомнили, что мой дядя работает в селе Нема, а там лес промхоза. Тогда ещё село. Да, а дядя был вторым секретарём немцем, и ему, помню, то ли позвонили, то ли дали телеграмму насчёт, а молва была, что в лес промхозах есть спецодежда, отправляют джинсы, там вот этот лес поимпорт, экспортируют, и в ответ этот какой-то идёт товар. Ему написали, пришла телеграмма, вот она почему-то у меня на всю жизнь в памяти отложилась. Телеграмма, ну, что там дядя, он понимал, что ли, в джинсах? Джинс нет, есть Техасы, точка, Техасы не русские. В звонок в визите через два дня примчался водитель, ну, попутно, 69-ка, был абрезентом, всё, и джинсы. Настоящие, француз, эмельба, джинсы, правда, дудками, они стояли, вот их, я постирал, чтобы они сели, они стояли в углу, я ходил, я не мог там на них насмотреться, я дышал, я их на улицу вышел, я одел, они хрустели, вот на мне джинсы такие. Я вышел во двор, и, конечно, все были наповал сражены, все эти в своих жалких милтонцах, настоящими французскими джинсами, которые могли стоять в углу. Они были немного с фиолетовым оттенком, но беда-то в том, что я ещё тогда же новое не принято было, и вот я серым кирпичом, я протирал их на бёдрах, чтобы у них был потёртый их, хотя бы надо было несколько раз постирать. Они довольно долго жили, вот это лучшие джинсы, сейчас вот я не знаю, наверное, равного ничего не найти, правда, были у них ещё красные швы, а тогда великое значение придавали. Вот сейчас вот трудно представить, чтобы студенты или кто-то вот, ну, джинсы купил, купил там, и это тогда, чтобы вранглерд, а не в зубчик, чтобы там это сверху, внизу молния, это фирмы, чтобы не переделали заклёпки, чтобы именно это, и вот тогда всё это знали наизусть. А вот этот выброс в магазины 73-го года джинсов, он вот всё, выбросили и всё, весь город сколько-либо? Да, и потом всё, и всё, и больше не было. А у нас были такие выбросы, вот, например, были уже 80-е в дефиците импортные пассеты для магнитофона, и вот в одно время случился огромный выброс там всех марок, там, видимо, там направляли в Польшу, не купил их, чтобы куда-то, и у нас решили выбросить продажу, вот так же весь город был завален, и они так же исчезли через месяц. И вот эти милтонсы, может, у кого-то сохранились, но тогда были все, вот покупали джинсы, но бума не было. Вот хорошие джинсы, в конце 70-х я уходил в армию, они стоили, ну, рублей 70 можно было взять. Ну, приличная сумма. А из армии я пришёл в 78-м, и мама, они говорю, 200 рублей, 200 рублей, там, а то и 250, это большая зарплата была, хорошего рабочего, большая зарплата инженера и врача. Были и попроще, были, там носили польс и... А из чего цена-то формировалась? Что там такого уникального? Трудно сказать историю, вот начали все носить, и в рестораны ведь не пускали, одно время даже вятку нашу могли не пустить в джинсах. Потом уже на этом углу, потому что... Никита Роскот всё-таки был, да? В джинсах был, все в манжетах, в начале в драных, с конца 70-х навьё стали носить вот с манжетами, все-все в джинсе, от солидных там профессоров до детсадников, даже вот практически. Но были и попроще, вот носили и фирму с ударением на последний слой, как называли, и были попроще, была польс, одра с тенями, это и обсевода, потёртые они, уже рисунок такой потёртости, были болгарские джинсы, риллоты, это уже можно было, назывались от демократов, купить, вот они рублей 20, рублей 50 они у форцов стоили, пословица была, у кого на попе рилла, у того же на горилла, считалось непрестижным и что-то такое. А так можно было... В ту пору был такой форцовый сквер, вот где сейчас здание худмузея, вот памятник Лоснецовых и всё, там был такой сквер с неработающим фонтаном, там собиралось... Продвинутая мажорная молодёжь, но мы-то ещё поменьше были, так вот иногда посмотреть приходили, и там не только вот в чижах, а вот там винил, пластинки продавали, там резин, упорублю жвачку, сигареты импортные и в том числе джинсы. Тогда они говорили на сленге, они говорили продал, говорили сдается, сленг был очень специфический. Это чтобы не привлекать внимания до правого конца? Нет, почему-то был вот в 60-е лабух и жаргон какой-то, а в 70-е форцовый жаргон, сдаются лайфовые трузера с клёвым лейблом на левом попите. Тот, кто понимал, тот понимал. Да, то есть остальным не надо было. А так вот, если наступали выходные дни, то у нас весь город пустел, а автобусы, которые шли в сторону Новорятск, они с утра были забиты битком. Там Четвёрка, там Чепецкий. Это Чепецкий, потому что все отправлялись в Чижит на вещевой рынок, назывался он Толчок. Сейчас вот он застроен. А где он сейчас? А сейчас нету, сейчас даже и площадки-то не найти, сейчас домами застроено всё это. Это примерно вот... Это Солнечный берег, что ли, микрорайон? Это Солнечный берег, микрорайон? Да, примерно, даже Солнечный, даже поближе, Солнечный подальше, немного поближе вот он был. То есть в районе корпуса, да, университета? И там вот, там заправка, вот сейчас АЗС какая-то есть, если ехать по левую сторону, вот, чуть ближе, и туда ближе, и вот эта поляна была. Сейчас даже трудно вот... И фотографии-то я не мог найти, кстати, ни одной фото. Там были форцовщики, там продавали джинсы, там, ну, как форцовщики, вот, студенты зарабатывали, там сельхозинституты, всё, ходили под сумму, и там ничего ж не было, всё, что выбрасывалось, то расхватывалось моментом. Там были вот хорошие ботинки фирмы ЦЕБУ, и это, румынская обувь, всё, скупали иногда по пять рубок, если давали, и тут же мчались перепродавать в чужие. Вот там можно было взять, и весь город он одевался, вот эти 70-е годы вошли ботники, это была приталенная рубашка с кнопочками, не считался роскошным. Когда даже у Хазанова в ранней репризе было инженер говорил, о, у вас ботник, да какой ботник, ватник, что ботник, вот, тогда джинсы. А правоохранительные органы вообще гоняли фарцовщики? Как не гоняли, могли. Правоохранительные, это ещё цивилизованное, тогда у нас были такие, появились культуристы, это первый клуб Гагаринск, вот, они накачались, и тогда были первые, ещё репетирами их не называли, но они трясли уже продавцов шматья, джинсы. Это в 80-е, да, уже? Из них потом стали представители организованных преступных группировок, это в 70-е. 70-е? 70-е начиналось. Это, конечно, и БХС, и все, кому не лень, но продавали. Ну, обычно, как там, одни джинсы носил, остальные где-то в портфеле, чтобы не показывать весь товар. Вот, но, слово, ни разу не приходилось там брать, вот, потому что были разные. А у женщин тогда тоже вот эти джинсы-униформы. Ещё в 70-е появились и сапоги чул-и. Это была огромная платформа, а сам сапог из какого-то был мятого уж заменителя такой, и вот надо было одеть вначале, вот, нижнюю часть, а потом по ноге натягивать. До колена, да? Да, да, на сапоги чул-и на огромной платформе, и тогда верхняя часть одежды не придавала значения, но к концу 70-х стали эти, назывались они почему-то тан-еры, это эти урт из плащевой ткани. Да, то есть до сих пор не понимая, почему тан-еры, да? Потом они перешли в Аляс, и вот это уже с таким капюшоном, с меховым, вот, а эти тан-еры, все старались забывать тан-еры, батни и сапоги чул-и, и дублён. Конечно, вот был этот бренд дублён, это была мечта каждого, поэтому дублёнок не было, даже женщины перешивали, красили белые армейские полушубки, где-то там купленные. Чтобы они в крайне цвета пришивали воротник, а представьте, толстенные, негнущиеся. Конечно, это же надо всё проткнуло, шубки. Ну вот, 70-е, весёлое такое время, очень разное было. Но опять же, вот, если судя по отдельным моментам, вот у нас в классе нас снимали на инно-камеру, и у нас есть и архивные записи, и вот мы в 60-е годы, мы все это и цветные, все это и яркие, и тайские шубки, и это шапочки, и в 70-м всё это становилось таким серым-серым, эти у всех клёши одинаковые, и такие тёмные, балониевые уртки, чёрные, синие, там или режет, и это ещё серые. Хотя, ну, не знаю, балониевые, это было довольно противное, особенно плащи, от дождя-то он спасал, но изнутри он был такой же мокрый, это, видимо, вот. Но это был такой культ, это вот даже, там, Аркадий Северный пел, там, нужен финский эстюн, нужен плащ балониевые, и, конечно, махверо и пальто в передаче вот это обозначал пископ моды. А восьмидесятые чем-то интересным относились по этому плану, потому что у нас пару минут буквально остаётся уже. А, совсем. Восьмидесятые, ну, у нас, если взять наши местные особенности, сапоги дутики в Эминтерне, в первые сделали, носили вот и маленькие, а дутики, и это... У нас сделали? В Эминтерне, это первые дутики в начале восьмидесятых, они были внутри с поролоном, и поэтому носили, вот, представляете, такие не особо утончённые в моде ПТУшницы, и всё, классическое пальто с воротником, ротенько, тоненько, тоненько. Ножки в чулках, и вот эти на ногах, эти огромные, синие или синие-красные дутики, и ты, эсмичес, и стиль такой, входили в моду восьмидесятые стройотрядов и с надписями, расписанные уже раньше. Ну, это тоже такая униформа, да? Ага, и в конце восьмидесятых, конечно, началось это кооперативное движение, джинсы, они уже были все перенасыщены, поэтому решили их варить, и вот продавалось это кооперативное варён, и причём джинсы нормальные, их варили в стиральных машинах автомат, туда брали и рамзит, и легаль, вот с отбеливателем, забрасывали, варили с этим гравием, и вот получалось варён. Ещё завязывали узлами, я не знаю, тогда вот мода была, и появилась опять новая бандитская мода, это кожаная уртки, стюмы, адидас, сумки, борсетки на поясе, которые, кстати, борсетки правильные. Борсетки почему? От слова, итальянского слова, борсетки. И шили, конечно, такая халява. Ну, многие в этих стилях до сих пор живут. Шили, вот брали простыни, красили их, пропитывали палаточной пропиткой, чтобы хотя бы месяц они в водоотталкивающей были, и шили уртки, и это на Синтепоне продавали за импорт. Это всё 80-е, ну, а 90-е уже, если мало времени, то это знаменитые, знаменитые были осады итайских поездов. Был пояс Москва-Пи-Ин, где продавали, дешевейшая, противнейшая итайская кожа, это была мода на кожаную одежду, и у нас там огромная толпа осаждали. Многие полные все, и хватали этих уртки, которые расползались. Вот, ну, даже эти азаки, дольчики, хотя у нас дамы легкомысленного поведения носили, у нас все поголовно в дольчики вкиснулись, белые носки, опять же, плоские ботины, и азаки, это всё 90-е годы. И последний вот тотальный всплеск моды мне запомнился в нашем городе в 2001 году, когда все поголовно оделись в сиреневые, все женщины поголовно в сиреневые штаны оделись. Это было сиреневое лето. Повел дело. Это, а после этого, я не знаю, сейчас у нас, может, придёт ещё что-то, но это неизвестно. Вот такой экскурс в историю кировской моды, да, от 50-х годов. Спасибо, мне самому было забавно всё это вспоминать, я думаю, что кому-то было интересно. Спасибо, Евгений Питунин, историк и ретро, руководитель Музея инженерных наук и ВИАТГУ, президент ВИАТского ветроклуба. До новых встреч. Эльберт Вич, добрый день. До свидания. Всего хорошего.